С первым днём весны. Ура! Она к нам пришла. Зима прилетела, кстати, для меня в этом году очень быстро, как-то легко. Я сейчас выдвигаюсь на тренировку по балету. У меня уже пятая тренировка. Такое вот у меня новое увлечение, о котором я ещё не рассказывала, не делилась ни в запрещенной социальной сети, ни в Телеграме, ни где. После я поеду забирать мои новые шампуни. У Давины слышала новая линейка для блондинок. И мои шампуни Давины как раз уже подходят к завершению. Поэтому я поеду за новыми. У них невероятно крутой аромат. Жду не дождусь, когда ими попользуюсь. И сегодня вечером я еду к косметологу. Буду делать сегодня биоревитализацию косметолога, либо меза. Я у неё спрошу, что лучше. Но вот мне бы хотелось всё-таки сделать что-то для лица, потому что всю зиму я проходила и ни разу не была у косметолога именно на инъекционных процедурах. Обычно я зимой делаю небольшой курс биоревитализации, процедуры 2-3, для того чтобы поддерживать кожу в зимний период. Она очень сильно сушится. И также я думаю, что весной я вернусь на плазмолифтинг. Надо тоже сделать несколько процедур. Вышла с балета. Всё тело в тонусе. Такое приятное ощущение. И на душе приятно. Потому что после всех физических тренировок немножко по-другому себя ощущаешь. Вот такой вот у меня быстрый перекус. Наконец-то они у меня. Мой новый уход от Davines. Это вообще новая линейка. Дома попозже вам расскажу об этом поподробнее. Сейчас пока в дороге. Я у косметолога. Замораживаемся. И сегодня делаем на препарате с кироворонкой. Допользовала вот такую вот масочку от Baber. Давно она у меня стояла. И вот только сейчас я её уже закончила. Но это связано с тем, что я редко ей пользовалась. Маска очищающая. Плюс содержит такие вот гранулки. Пилинг. В целом неплохая маска. Но у меня нет никаких проблем на лице, чтобы судить. Для профилактики я её наношу. Наносила, вернее. Всё. Сейчас закончилось. Уже повторять не буду. Вот такие вот гранулки маски. И потом, когда вы её смываете, либо наносите, происходит такой лёгкий пилинг кожи. Бюджетная находка в аптеке. Крем лакричный. Очень хорошо увлажняет. Здесь написано, что можно наносить на кожу лица. Но я использую исключительно для рук. Мой мастер по волосам в последний визит к ней мне посоветовала вот такие вот ампулы для восстановления волос. Потому что я сейчас плотно занимаюсь тем, чтобы сохранить волосы, чтобы они у меня были как можно в лучшем виде. Поэтому купила вот такие ампулы. Сегодня я уже сделала первый тест. Внутри находятся вот таких вот 10 ампул. Рассчитано на использование где-то раз в 2-3 недели не чаще. И наносим их после шампуня на влажные волосы на определенное количество минут. Если я не ошибаюсь, на 5 минут. Но можно, наверное, наносить и побольше для глубокого восстановления. Потом это все дело смываем и закрываем сверху кондиционером. Обязательно поделюсь с вами результатом после истечения всех этих ампул. Думаю, что сегодня я, конечно же, результата с первого раза не увижу. Вот. Но посмотрим. Если мне понравится, то я обязательно ставлю вам обратную связь. Уж очень хочется видеть у себя здоровые волосы и как-то им помогать. Помогать сохраняться в хорошем виде. Рассказывала, что 14 февраля мы ходили на лепку из глины. Очень нам понравилось. Я не дала обратный отзыв, но это было очень классно. Классное времяпрепровождение. Всем советую попробовать, кто давно мечтал. Так вот, только что я забрала наши готовые чайные пары. Сейчас буду дома и покажу вам, что у нас получилось, что сделала я, что сделал Саша. Показывать себя не хочу полностью, потому что вчера сделала биореплизацию. Вот они, такие милые. Сразу, я думаю, угадайте, где чья. И с другой стороны должна быть надпись. Да, она есть. Ручная работа. Также внутри чашечки. Где же это где? Наверное, это все стерлось. Тут вообще должно было быть сердечко, если я не ошибаюсь. Я вроде бы его сделала, но почему-то его нет. Такие вот милые. Я не думаю, что мы будем из них пить. Просто оставим на память. А, вот у Саши сердечко. Сердечко у Саши сохранилось. И вот его блюдце. Очень милая. На память такие прекрасные чайные пары. Кофейные, чайные. Я уж не знаю для чего. Обещала вчера показать мои новые шампуни с невероятно вкусным ароматом. Такой дорогой, такой прям вот, не знаю, очень-очень мне понравились ароматы этих продуктов. Шампунь для сияния блонд. И если будет что-то особенное, я вам обязательно расскажу. Но в целом мои волосы не прихотливые. Я думаю, что им все подойдет. Никаких таких проблем у меня нету. Мне, как правило, подходит почти что все. В прошлом видео я обещала рассказать о новинках бьюти, которые ко мне приехали. Поэтому все-таки рано или поздно я это делаю. Давайте начнем с витамин. Это мои любимые витамины. Я их постоянно себе заказываю в зимний период, в осенний период. Пропиваю их для того, чтобы чувствовать себя лучше. И действительно, эту зиму я не болела. Сейчас я прохожу курс артамол фитал F. Это витамины для женщин. Здесь они у меня в порошке. И две капсулы таблетки. Упаковки такие некрасивые, потому что ехали ко мне издалека. Вот. Следующие это артамол бьюти для красоты. И здесь у нас такие вот баночки. Небольшие флакончики с очень приятной на вкус жидкостью. От них я еще получаю колоссальное удовольствие, потому что они действительно очень вкусные. В общем, витаминный комплекс для красоты, для здоровья волос, ногтей. Больше тут я ничего добавить не могу. Все можете почитать. Далее я повторила себе про запас мою любимую маску. Филорго Мезомаск. Эта маска стала для меня открытием. Одна из немногих, кто действительно работает. Придает лицу сияние, разглаживает мелкие морщинки. В общем, после нее кожа действительно выглядит намного приятнее. Так, я вам сейчас покажу. У меня еще не закончилась моя предыдущая маска. Вот имеет вот такую вот белую текстуру. Очень приятный, ненавязчивый аромат. В общем, маска супер. Думаю, что по завершению следующей я также обязательно ее куплю. Действительно довольна, потому что после некоторых масок, знаете, такой эффект вроде... Вроде да, вроде нет. А тут мне прям очень нравится. Повторяю свой любимый крем. Малин энд Гёртс, если я правильно произношу. Крем с витамином В5. Увлажняющий. Очень приятный крем. Жирная консистенция. Моментально впитывается, не оставляет липкость на теле, на руках. Для тех, кто не любит липкость, это прям находка. Я им буду пользоваться чуть-чуть попозже, когда наступит летний весенний период, когда уже кожа не будет страдать, потому что сейчас я пользуюсь исключительно жирными текстурами для того, чтобы хоть как-то увлажнить кожу. И мне не очень помогают такие быстро впитывающиеся крема. Может быть, это так кажется, но все-таки вот сейчас в такой весенне-зимний период мне приятнее пользоваться чем-то супер жирным. Вот, наверное, до этого я пользовалась им, когда было лето. Я, честно сказать, уже не помню, поэтому он мне на сто процентов подходил. Так что будет ожидаться другого времени года. И вот такое вот мыло. Мыло-скраб, для рук с маленькими такими гранулами-частичками, которые скрабируют вашу кожу. Я его попробовала как-то в одном из ресторанов и была приятно удивлена, насколько это приятно. Вроде бы стоит простое мыло, но каждое мытье в рук превращается во что-то такое особенное. И, кстати, аромат у него тоже очень классный. Куда мы едем? Итак, увидим. Давно не уходила к вам. Видите, мне заменили сережку на мочки уха и также Хрящик выглядит уже гораздо лучше, чем раньше Поэтому надеюсь, что всё меньше и меньше остаётся времени, когда мы заменим его Большую часть марта я к вам не выходила в эфир Потому что не было у меня сил, настроения Отделиться чем-то таким неприятным, реалистичным Честно сказать, мне не нравится Это не моя история Мне больше нравится вещать про позитив, что-то хорошее Но всё же, видите, я собралась И как только приходит хорошее настроение, я сразу же к вам выхожу Из новостей Я снова пошла на пилатес на реформере У нас открылась студия не так далеко от дома И вот я уже ходила на одно занятие Я поняла, что невероятно соскучилась по пилатесу Также у меня было несколько занятий балетом Не помню, рассказывала я вам или нет Но балет мне тоже пока что очень нравится Я не собираюсь это вносить в постоянную свою рутину Но когда хочется какого-то вдохновения То я буду его посещать по мере возможности Можно так сказать Ну ещё из нового Я выложила для вас на телеграм-канале сериалы, которые мы посмотрели за последнее время Которые нам очень понравились Русские, между прочим Мы, кстати, подсели на русские сериалы Также появились некоторые новинки в косметике, в духах Также я делилась на запрещенной социальной сети И что я начала курс антицеллюлитных массажей Потому что за зиму я достаточно так набрала У меня сейчас мой максимальный вес А всё потому, что я с удовольствием налегала на булочки Мучное Вот сейчас я стараюсь войти в режим правильного питания Вот уже несколько дней Ну тоже результат, хоть и несколько дней Поэтому всё в балансе должно быть Опять же, я не буду постоянно-постоянно на правильном питании Конечно же, я буду позволять себе вкусняшки Девочки, у меня тут для вас домашний совет Я купила вот такую вот тёрку, резку для овощей Но я не успела ей даже воспользоваться Я знаю, что она очень классная С разными вот такими вот насадками Ей удобно пользоваться Очень хорошие отзывы Но я постирала её в посудомойке Хотя написано, что можно её мыть в посудомойке Ну, представляете, у меня вот так вот погнулась Вот эта вот основная часть, основной контейнер И как бы всё Вот, не знаю, жду отзыв от Озона Вернее, не отзыв, а какой-то ответ Может быть, они меня заменят Потому что, к сожалению, пользоваться ей теперь невозможно Можно, конечно, отдельно использовать вот эту штучку Вставляю сюда резку И вот как бы, да, придерживая, нарезаю овощи Но хотелось бы всё-таки иметь полный комплект Сегодня у нас вот такой вот салат полезный И к нему моя любимая заправка с оливковым маслом, мёдом В общем, всё, что я люблю В духовке у нас запекается картофельный гротен Я, наверное, здесь оставлять рецепт не буду Кому интересно, то, может быть, поделюсь в Телеграме Если будет много запросов Вчера у нас был тоже классный салат С овощами, с капустой И заправка была из авокадо Очень такой нестандартный красивый салат Кто, так же, как и я, набрал вес И сейчас пытается привести себя в форму Присоединяйтесь ко мне Будем делиться с вами правильными рецептами И вообще поддерживать друг друга Потому что одному это всегда гораздо сложнее Один из любимых видов завтрака дома Это гуакамоли И кусочек вот такого вот хлеба Очень полезный Называется спортивный Я его беру во вкусвеле И хотела поделиться с вами Вот таким вот Вот такой вот приправой Четыре перца Очень душистая Очень ароматная Я ее часто добавляю куда-либо В салаты Вот сегодня добавила В гуакамоли Мне прям гораздо больше нравится Чем обычный перец Потому что вот этот прям душистый К ним как будто бы и салаты, и блюда Становится интереснее Я собралась к косметологу Не хочу себя показывать Потому что без макияжа Также у меня сегодня не очень свежая голова Поэтому всегда есть решение Вот такая вот кепка Уже наконец-то Можно выходить без пуховика на улицу Но у меня все равно Такой шерстяной свитер Для того, чтобы не продуло И было тепло В общем, да Сегодня еду на биоревитализацию У меня вторая процедура Сегодня поделюсь с вами препаратом Потому что знаю, что многим интересно И в прошлых видео про биоревитализацию Было много негативных отзывов Потому что я не показала препарат Поэтому сегодня вам его покажу Вот такой вот препарат НСТФ Это Франция И с него очень быстро уходят папулки И кожа такая прям напитанная Увлажненная Мне понравился Вот сейчас делаю второй раз Хочу сделать курс Но вот три недели пропустила Потому что болела Но в принципе это допустимо Пять минут прошло после процедуры Как видите, папулки уже совсем маленькие Препарат такой очень легкий, водянистый Но при этом хорошо работает Увлажняет кожу Поэтому мне прям понравилось Что вы сразу выходите И в принципе Вот я сейчас поеду, кстати, в Европолис Похожу там Мне нужно купить джинсы Потому что я из всех своих джинсов Не поверите, выросла Набрала сильно Вот В общем, да Похожу в Европолисе И вполне себе не напугаю людей Я купила себе джинсы Аж в сороковом размере Еще раз на себя посмотрела в зеркале И, конечно, я поняла, что мне пора бы Избавиться от жира В некоторых проблемных местах Вот Поэтому начну делать сейчас массажи В душе снова начну делать Главное найти на это силу воли Потому что с этим С этим самое сложное Но этот массаж хорошо Убирает жир И отложения Там, где не надо Сглаживает рельеф кожи То есть целлюлит убирает Поэтому постараюсь Вписать массаж В ежедневную рутину свою Ну или хотя бы через день Вот Чтобы, конечно, привести себя в порядок Потому что ножки, бедра у меня поправились И вообще первый раз у меня такое Что я не влажу в какие-то свои вещи В какие-то джинсы Стали сидеть на мне туго И даже я действительно в них не влажу В некоторые не могу застегнуть Которые... Ну, признаться говоря Я и раньше в них сидела достаточно плотно А сейчас я в них вообще не влажу И мне это, конечно же, доставляет Такие странные ощущения Так как у меня такого никогда не было У меня не было такого, чтобы я худела Толстела, снова худела То есть у меня был всегда мой стабильный вес И вещи мне служили всегда долго Никогда не было таких сюрпризов Вот Но всё меняется И вот я столкнулась первый раз с тем Что мне пришлось разбирать свой гардероб Убирать то, что я не влезаю И вот покупать себе новое И, кстати говоря Я выложила на Авито часть своих джинс В которые я как раз-таки не влажу И многие из них в отличном качестве Которые, я не знаю, надела пару раз И всё Может быть, вам что-нибудь приглянётся И дадим вещам второй шанс Мой полезный завтрак Казалось бы А на самом деле Поделилась с вами в Телеграме Переходите Какой у меня был завтрак до этого Это просто какой-то кошмар Не знаю, что со мной случилось Что на меня такое нашло Но я облопалась Конфет Вот, посмотрите, каких Я там делюсь с вами И я поняла, что Конечно же, это всё хотят глаза Память Но вот я поела И поняла, что Мне так плохо Мне так тошно И вот Такое блюдо я, конечно же, съем С гораздо большим удовольствием Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому